Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семенович Мадан, и с вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый, наикрутейший выпуск, вот серьезно. Он будет настолько клевый, потому что, во-первых, мы увидимся с братом, спойлер. Во-вторых, мы кое-что свое выпустим. Да, кто подписан нас в телеграм-канале, кто приходит в наши стримы, уже, наверное, поймут, про что я. А еще мы сегодня съездим, посмотрим дом, в который мы влюбимся. И как бы, как бы... Короче, ладно, ребятки, лайкосики ставьте, пишите комментарии, на телеграм подписывайтесь, ссылка там в описании. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И погнали в новый выпуск, сезон, московский сезон. Погнали! Приехали в Московскую область. Конечно, здесь уже прям конкретная осень. Здесь уже достаточно прохладно, естественно, пришлось всем обновляться, показывал уже кадры. Вот у нас Мирошка, вот такой вот упакованный, да? Всю одежду новую, всей семье. Да-да, мама идет. Ладно, поехали. Старших оставили дома, а мы отправляемся на производство. Что за производство? Сейчас расскажу. Короче, мы тут в мае или в июне, по-моему, вписались в такую тему и решили изготовить свой собственный мерч. У нас на самом деле на 50% это получилось, там дизайн, все-все подобрали. Единственное, что когда дошло дело до печати, как бы и печать получилась, просто нам то не нравилось, это не нравилось. И мы, короче, это дело приостановили до тех пор, пока мы не приедем сюда и уже самостоятельно не будем трогать, щупать и выяснять. Вот, собственно, сейчас едем и, надеюсь, первую партию сделаем. Так, круговое движение. Я уже как-то говорил, здесь наконец-то сделали правильную разметку. Ну, вот подальчане, кто здесь ездит, живет, поймут меня. Здесь каждый день, как не едешь, обязательно кто-то бился. А сейчас прям четко сделали, с какой полосы, куда уходить. И я думаю, что здесь из-за этого теперь гораздо меньше и аварии, и потюканных тачек стало тоже меньше. Ну, приехали. Мирошка с нами будет выбирать, да? Yes! У нас получилось это сделать. Вот те вопросы, которые я, к сожалению, никак не мог решить удаленно. Все четко. Качество офигенное. Единственное, что вместо кружек вот этих вот металлических мы заказали термокружки. И в производство отправляются именно термо. Но это и лучше, потому что выглядят они, ну, очень круто. Сказали 2-3 дня, и мы все увидим. Да, за полтора года, короче, накопилось столько вообще дел. Вплоть вот, ну, знаете, начиная от всяких карточек, которые нужно сделать, до каких-то там прям глобальных-глобальных. Поэтому сейчас, конечно, у нас есть время все это неспешно делать. Какими-то будем с вами вот делиться, какими-то не будем. Для вас это, возможно, одно мгновение. Для нас это несколько дней ожидания, переживания. И вот сейчас я еду забирать наш долгожданный мерч. Поехали, посмотрим. Это нереально. Меня просто переполняют эмоции. Ребята, мы сделали свой. Мы сделали свой собственный мерч. Спустя столько времени у нас это получилось. Это вышло настолько круто. Блин, я прямо сейчас из машины вам покажу, как это классно. Смотрите. Ну, во-первых, мы сделали кружки. Единственное, что кружки не металлические. Мы подумали, что металлические сейчас не совсем актуальны. И мы произвели, ребята, термокружки. И посмотрите, какие они классные. Это белый цвет. Давай, вытаскивайся. Это белый цвет. Смотрите. Вон лав. Вот это кайфец, друзья мои. Блин, смотрите, как вам. Ну и, конечно, это футболочки, друзья мои. Посмотрите. Посмотрите, как круто. Это смотрится. Это наша авторская работа, ребятки. Короче, есть черный цвет, есть белый цвет. Вон чин-чинка. Офигенно. Еще есть ван лав черного цвета. И белого. Короче, пока небольшая пробная партия. Нашим зрителям, которые уже давно выиграли. И мы вот все только сейчас произвели. Этот мерч можно выиграть не только у нас на стримах, но и просто приобрести. И, естественно, тем самым поддержать наш канал. Приобрести можно по ссылке в описании в нашей группе во Вконтакте. Я свои эмоции показал. Теперь давай, Тема, вскрывай это круженце. У меня будет кружка теперь. Смотри, какие классные. Да я знаю, что они классные и стильные. Вау, вообще круто. Дерма, кружка. Да. Давай, вау, ну все. Смотри, как крутяк, да? Смотри, как, вообще как. Чин-чин, друзья, ты-ты-ты. Вообще супер, слушай, супер. Вообще класс. Я же тебе говорю, что они будут очень крутые, стиль лучше, чем вот эти алиминьки. Смотрите, вот этот декор я вам не показывал. Ну-ка, на этом помогай. Это для славяна. Это чин-чинок наша просто. Чин-чин, да, Мили. Тема вообще. Фруксмарин придуманная. Блин, ну крутяк вообще. Так, ну и теперь футболки. Футболки вам плюс-минус уже тоже показал, но их нужно померить. На этом пойдем одевать и, короче, покажем, как мы будем выглядеть. Да, белая тебе, а черная чин-чинка мне. Ну, глядите, какая красота у нас получилась. И еще вот так вот с кружечками, да. Так что теперь у каждого есть возможность как приобрести, так и просто выиграть у нас такие замечательные футболочки. Мы тут наш, наконец-то, получившийся мерч отмечаем. Не тем, что вы подумали, а очень клевым блюдом. Смотрите. Тайское блюдо, габа-джоу. Да, вот так вот. Смотрите, какая красота. Это свинина какая-то в полировой, как я, в кляре, да, морковка и сейчас, короче, еще. В общем, кто хочет попробовать, других вариантов у вас нет, только ехать в Китай. И к нам. Мы тут, короче, собрались и поехали. Смотрите. Не снимай пока шапочку. Я тебе сниму. Офигеть. Вот это дубаки начались. Ужасная серость, ужасная. Два с половиной градуса предупреждения о гололеде. Прикиньте. Просто жесть. Максимальная погода дрянь. Плюс три. Дождь. Просто жесть. Вообще сто лет такого не было. Короче, мы приехали в наш любимый торговик, Коламбус. Так этого не хватало. В плане детского досуга. Сейчас просто вам покажу масштабы. Подни, пожалуйста. Держи. Но единственное, что мне непонятно, почему они полностью перекрыли парковку огромную возле торгового центра и оставили только подземную. Но подземная мне не подходит. Я туда вообще никак не захожу. Из-за бокса. Вот он наш оранжевый любимчик. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, пацан ускорился. Здесь целый рай для детей, друзья мои. Здесь просто все. Слева, справа огромные-огромные детские города. Здесь потрясающе. Вот то, что не хватает за границей, это вот это вот. Старшие решили на электричках покататься. Мальтишки маленькие были, все было новенькое, а сейчас все по трех минут. Да? Короче, мы здесь вообще всегда тусовались, когда были парни маленькие. Из нового трактора надувной сделали. Но здесь очень круто вообще. Конечно, это целый огромный-огромный город. Нравится? Да, что здесь столько нету? Здесь, короче, есть и города, профессии, магазины, и там очки виртуальной реальности. Огромные-огромные-огромные-огромные-огромные города. Просто куча всяких штук. Ну, однозначно, люди, которые находятся за границей, с детьми меня точно поймут, про что я. А я вообще, если не считаю, что самый лучший аттракцион это виртуальная реальность. Это просто пушка-бомба. Мамуль, помнишь, ты каталась на виртуальной, да? Да-да-да. Короче, там на лыжах гоняли. Сейчас я попробую вставить кадры, прикрепить. А что так вот проваливаешься? Мы там отца мы его ловили просто. Это реально крутая штука. Но здесь сидишь. Здесь не совсем тут будет эффект, ну да ладно. Вам на велесы, если будешь нажимать, и вылетишь из клеток. Нет! Наш Мироша так любит поезд. Он его разглядел, он вдалеке, и все, и уже ждет, стоит. Поехали! Да, сейчас поедешь, Мироша! Да! Ой, сколько радости у пацана. Какой довольный человек, да, Мироша? Наелся, снова в игровых. Да. В общем, детвора ушла в отрыв. Да, Мироша, как тебе нравится? Лайк покажи, Мироша. Вот так вот, ставьте лайки. Артем, что скажете? Артем, что скажете? Короче, довольные парни. И вон Мирошка. Да. Как Мирошка не так положил? Раньше здесь, короче, был магазин большой, Лего. Теперь он называется Мир Кубиков. Но там продается Лего натуральное, настоящее. Единственное, что цена примерно 2,5-3 раза дороже. Не, ну а что сделать? Что, по крайней мере, оно есть. И его здесь можно купить. 200 рублей за парковку. Банковская. И все, можно ехать. Мы снова собрались, упаковались и отправляемся сейчас к брательнику. У нас план такой, что нужно увидеться с максимальным количеством просто родственников. С некоторыми уже увиделись. Идеально еще и до Читы долететь. Но, конечно, эта задумка странная. Ее точно не будем исполнять. Да, у нас 4 градуса, прикиньте. Приборка пишет снежинку. Типа гололед, будьте аккуратнее. И самое, что интересно, это погода уже несколько дней. И будет несколько дней. И мы, короче, очень грустим по этому поводу. Организм безумно привык, чтобы всегда было солнце. И без солнца все. Продуктивность просто ноль. Что делать-то не знаю. Пишите в комментариях, как вы справляетесь. С этой серостью. У меня пока ответа нет. Единственный ответ, что пока решаем какие-то дела, уматывать на юг. Там, где есть солнце. Вот есть же кайф на российских заправках. Баллы начислили. Кофеек в подарок дали. Все, можно двигаться дальше. Видали? Уже вечер в 18. Не удивляйтесь, что вечер. Мы просто по пути к моему брательнику. Заехали еще к друзьям. И провели время. Но без камер, потому что без камер. Не все надо с камерами делать. На светофоре стоим. А огромный просто экран. Пацаны говорят, нифига себе. Говорит, мы такого телевизора никогда и не видели. И прикиньте, пошел снег. Это какая-то жесть. Вообще. Короче, уже темнота нереальная. Вон торт купили. Поэтому, походу, все, спокойной ночи. Увидимся завтра. 2 градуса. Припарковались, чтобы понимали. Для хамуха снег идет. Понимаете? Просто снег. Снег, блин. Просто жесть, конечно. Ну, вот так вот начинается утро в музыкальной семье. Кайф своего дома, конечно, вообще зашкаливает. Вышел класс во двор. Мы в последнее время вообще стали жить там, где есть сразу выход на улицу. Это даже квартиры там в Турции у нас были. Но в любом случае мы сразу прям выходили. Сразу такой микродвор был свой. А когда съесть свой участок, то вообще красота. А, вон, у меня брательник здесь посадил. Кусты. Здесь, короче, черная смородина. У него раньше мы здесь в футбол играли. Вот. А сейчас он здесь посадил деревья. Говорю, блин, ну, короче, футбол накрылся, походу. Он говорит, зато здесь потом деревья большие будут. Это яблоня, вон они, видите. Но и здесь можно будет. Такая аллея будет. И здесь можно будет сидеть, что-нибудь это лопать. О, а сейчас, а сейчас можно просто вот так вот от дождика спрятаться под куст малины. Вот так вот ее берешь. Нифига, смотрите, какая крупная. Как будто к бабушке на огород приехал. А я так к брату. Вот это да. Класс. Ну, вот так вот. Шикардус. Кто давно за нами наблюдает, сразу, наверное, заметят, что у меня брательник вот здесь газон высадил. Цвета отличаются. По всему участку, короче, сделал газон. Красава. Даже вот здесь вот тоже сделал газон. Стройка дело такое. Короче, постоянно что-то подделываешь. Подделываешь. Я, конечно, этого немного опасаюсь, что если мы можем купить дом, мы, в принципе, его можем спокойненько себе взять. Но сразу можно будет присесть надолго, потому что будет хотеться поставить беседку, что-то улучшать и так далее и тому подобное. Поэтому купили пока вот такой вот себе дом на колесах, который дает свободу. Продолжение следует... 700 рублей, кило 300, прикиньте. Ох, свеженькая. Такой у нас сегодня будет турецкий обед варимерджимек с узбекскими вот такими вот горячими лепешками. Я чуть ранее говорил про дома, да, что мы можем там себе позволить. Сейчас просто покажу, какой дом мы вообще, в принципе, могли бы рассматривать и уже рассматривали, кто за нами давно наблюдает. Это вот плюс-минус вот такой вот формат. Дом 150 квадратов. Так, короче, здесь куча вообще домов. Что за поселок, я тоже говорить не буду, чтобы не спалить контору. Вот, здесь стройки-стройки. Но вот уже, посмотрите, дом как продается. Есть этот крыльцо, надо подклеить. Пойдем, Мирошка, заходи. Это наш риэлтор, зовут Вован. Все из дерева, блин, запах просто магия. Здесь сразу, здесь что, туалет походу? Нет, это окно подзавимевает для газа. Здесь стоит котел, все оборудование, здесь можно условно перекрыть, но газовщики требуют, чтобы было 5 кубов, и можно было спокойно установить газовый котел. Это потом можно будет закрыть. Но самая фишка сейчас, то, что вы вот так проходите, посмотрите, какой офигенный просто простой. Смотрите, да, здесь потолки пониже, чем у вас. Но в любом случае, смотрите, все деревянное. Здесь вот огромная гостиная, здесь будет ванна, туалет. Дом сразу продается с ванной, с унитазом, с раковиной. О, смотрите, какая красота. Здесь ставишь кухню, смотрите, здесь очень аккуратно встраивается кухня. Здесь диванчик, потом по-хорошему панорамное остекление жахнуть. Здесь сразу гостевая комната. Здесь под лестницей комната для Мирошки будет. Вот она, гостевая комната. Охереть! Но... И можно пойти на второй этаж. Причем тоже круто, что эта лестница такая вот идет, как бы, на 180 градусов. И здесь, смотрите, бам, такое пространство. И четыре комнаты. Ну, смотрите, какая красота. Раз комната, причем большая. Нифига себе. Два комната. Большая. Три комната. Офигеть! Бам! А вот здесь вот просто перекрываешь и делаешь большую гардеробную. А вот здесь вот открываете чердак, то есть люк можно смещать сюда, вот сюда точнее, вот сейчас как в других домах. Вот сюда вы прям делаете большую лестницу и там еще минимум 30 квадратных метров полный рост. Выходите там в комнату. Это, получается, мне туда студию. Да, где шоу, а вот здесь ты ставишь унитаз, по идее, унитаз, раковину с перегородкой. А вот здесь ты заходишь, второе, как бы, помещение, у тебя гардеробная. Да нет, лучше всегда дополнительно мыть, у нас много. Сейчас, смотри, сколько комнат. Блин, пространство просто вау. Что скажешь ты, ребятки, берем такой дом или не берем? Цена такого дома 6 миллионов, это там плюс-минус, как говорится, как сторговаться. Участок 6 соток, что, в принципе, немало. Все коммуникации уже, короче, есть, и вот можно жить в таком вот доме. Ну, по крайней мере, элитовать точно можно. Как бы про зимовку даже нет смысла думать, потому что уже все, руки на зимовку можно как минимум в Сочи, как говорится. А лучше куда-нибудь потеплее. Вот такие вот дома. Это мы, кстати, года два назад тоже рассматривали, но рассматривали размером, как у брательника, потому что большие дома вот эти, они были неинтересной планировки, смысла нет было переплачивать. А вот сейчас они стали строить реально классные. Мне прям нравится. Уже на самом деле, по-моему, прям традиционно приезжаем к брательнику и всегда жарим мясо. У него есть вот такой вот грильчик. Сейчас мы его, о, даже почти почищенный, заправим и будем жарить. Еще у него куча вот таких вот бревен. Правда, это мокрые. А здесь он сделал себе вот такой навесик. Вон, любые дровишки бери. И все, и красота, и будет шашлычок суперский. Я уже, кстати, мясо замариновал. Вон, любые дровишки бери. Да, это вот эти, которые покупали тогда, ну. А чем ты на угол рубишь? А потому что по-другому у тебя и не получится. Сейчас, Лайк, достай. Так, Мирон, там главное, чтобы яму никакую не упала. А еще мы стали овощи жарить прям целиком и потом делать из этого салат. Да, кто снова смотрит голодный, прошу прощения, ребята, но такое показывать, точнее не показывать, невозможно. Вот за таким вот, почти за круглым столом мы будем ужинать, вот так вот собрались под трек. Я надеюсь, мне не прилетит за этот трек, Вова. А? Нет, да, конечно. Да, а то может. Ой, а тут уже бомбалейло, да, Тёма? Да, тут без управления вообще по-другому все. Здесь ходить, здесь на брофе все. Это студия Вовчика. Здесь пишутся треки, преподаются уроки. Помню, у него даже тишка там есть. Ой-ой-ой. Ну, это его альбомчик. Туда-сюда. Игра, игра, лишь пропустишь. Это какая, 12-ая? Да. И ты что? Уже 22-ая есть. Я знаю, но у меня же мак здесь, я не могу себе ничего достать. Ну что, у нас проходят уроки фортепиано. Нет, смотри, смотри. Почти, ну хотя, давай вот так вот. Надеюсь, к концу нашего отдыха здесь у брата Артем Ночи сыграть крутую песню. Я вообще люблю, когда мы собираемся, чтобы Вовчик играл, а Ариана пела эту песню. Это любимый мультик моих детей, да и в принципе наш. Вызывается Муана. Короче, слушайте, ребятки, и вы прям кайфанете. И обязательно поддержите этот трек. Я слышу этот шум от прямой, а кто я? Вне моем сердце знает лишь одна вода. Да, утро у нас началось прекрасно. Посмотрите, какое солнце. Вообще, на самом деле, это такое редкое явление. Мы как приехали в Московскую область, так вот, по-моему, солнце-то первый раз вышло. Вообще, очень, его очень сильно не хватает. Вот мы время зря не теряем. Поедем, немножко походим, где-нибудь потупим, погуляем, потому что буквально через пару часов солнца уже и не будет. Ну, мы не можем просто брать и сидеть дома, конечно, поперлись гулять. Единственное, даже несмотря на то, что светит солнце, даже в очках улицы все равно холодно. 7 градусов. А гулять мы будем в Центральном парке Истры. Очень крутой парк. Мы здесь уже гуляли. Шикарнейшее вообще городское пространство для всех людей, которые любят гулять в парках. Здесь очень реально красиво, очень здорово. Сделали шикарнейший парк. Мне кажется, даже сходу, как только ты заходишь в парк, уже все понятно, что действительно он очень клевый. Но я не буду показывать его вообще подробно. Я просто в описании там оставлю ссылочку, по которой вы можете пройтись. И посмотреть подробный выпуск, когда мы здесь тоже приезжали к брату. Мы здесь гуляли и днем, и вечером. Показали, как здесь все подсвечивается, какие здесь и смотровые. Короче, все-все будет в выпуске по ссылке, друзья. Переходите. Площадка прикольная. Даже чтобы попасть на горку, нужно преодолеть, короче, путь из веревок с таких, чтобы нигде не провалиться. Зашли мы тут в любимый наш магазин. У каждого такая самая маленькая тележка. И смотрите, продуктовая корзина Мирошки. Огурец, картошка, сыр, яйцо. Эх, все, собираемся. Кто-то сейчас спросит, а зачем еще сковородка? Потому что у ребят только чугунные, а у нас такая вот обычная, на которой быстро все жарится и не пригорает. Ну и плюс семья большая. Мы для себя-то жаримся на двух сковородках. Закончились наши такие выходные. Как вам? Пишите в комментариях. Ну и, конечно, друзья, мы не забывайте ставить лайкосики. Это всегда важно. Это самая-самая минимальная поддержка, которую вы можете для нас организовать. Отправляемся дальше на съемку новых выпусков. Новые приключения впереди. Все, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok